Аплодисменты Ну, рассчитывал, что Концерт, как всегда, состоится на день рождения Ну, это я заранее-заранее И предполагал, что, как обычно, Макс будет в августе Но он состоялся в июле В августе проходит форум армии Поэтому такие перемещения Для меня это было проблемно Потому что Ну, на Максе многие знают, что я комментирую пилотаж И Ну, на нем можно голос усадить просто значительно Поэтому я по максимуму старался сократить свое Участие в этой Программе именно голосовой Скажем так, ну, тем не менее Бергутом я не мог отказать Светлане Капаниной Вертолетом в России Ну, вроде Голос постарался сберечь Единственное, что я не смог это порепетировать вообще В это время, потому что мы Рано утром улетали из Кубинга с группы Руководства полетов Поздно вечером возвращались Я вроде как не оправдываюсь Я просто К тому, что я даже так сегодня думал Чего же я буду петь-то? Начал нервничать, потом думаю Да господи, знаю, что придут друзья В своем большинстве Причем увидел сегодня Даже тех, кого не ожидал видеть Очень рад Если кого-то не знаю Или бывает не узнал Такое у меня тоже бывает У меня перед концертом всегда какое-то такое состояние в голове Я могу даже самых близких людей не узнать И вот поэтому не обижайтесь И поэтому я подумал, ну все свои Что мы тут? Да, мы как всегда, как на кухне Мы землю толпнем И небо снова Обнимет у нас своими облаками Мы верим, что у нас сегодня с нами Спешим навстречу Спешим навстречу Будто до слова Постем Метео нам тучи обещает Оставим снизу Все дожди и лужи Изнанка тучи Всегда светла снаружи Нас небо солнцем Как родных встречает Вот жаль, что Ошибок не прощает Влюбленность в небо Ты, земля, прости нам Мы все чуть-чуть возможно Но со сдвигом Ведь сросся каждый С ушкой или мигом И крах нас Наверно с керосином Нам без небес Как без воды и хлеба Они сломались Как нас не бросали Ведь было время Крылья нам вязали Но вновь наш ромбик Носится по небу Наш ромбик снова носится По небу Чуть выше в небесах Инверсий, розчерк Там мир ныговыв Сквозь дни и ночи Несет людей Вандалию в Сочи А мы, как в школе Тренируем почерк Выводим в небе Тексты сочинений Фигуры пишем А точнее Пошим И где-то снизу Смотрят дети наши Наверно И по факту Недополнений Мы все вернемся Вместе Нет сомнений Влюбленность в небо Ты земля Прости нам Мы все Чуть-чуть возможно Но Но Со сдвигом Веселся каждый Сушкой Или мигом И Крах Нас Наверно С керосином Нам без небес Как без воды И хлеба Мы не сломались Как нас не бросали Ведь Было время Крылья Нам везали Но Вновь наш рамбик Носится По небу Наш рамбик Снова Носится По небу Мы на петле Вычерчив Военстроем Местами Землю С небом Выменяем Но Мир там не изменится Мы знаем Мы видим Как дворцы Замки строят Нам не придется Жить В таких хоромах Но Честь свою Мы в грязи Не уронили Пусть те Кто снизу Свой кусок Схватили Зато У нас есть Небо Мы здесь Дома И будет В нашей жизни По-другому Влюбленность В небо Ты земля Прости нам Мы все Чуть-чуть Возможно Но Создвигом Ведь сразу С каждой Сушкой Или мигом Мы Крах Наверно С керосином Нам без небес Как без воды И хлеба Мы не сломались Как нас не бросали Ведь было время Крым И нам вязали Но вновь Наш ромбик Но носится По небу Наш ромбик Снова носится По небу В смысле Влюбленность в небо и земля Прости нам, мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом Ведь сам все каждый сушкой или мигом Кровь у нас, как верно с керосином Нам без небес, как без воды и хлеба Мы не сломались, как нас не бросали Ведь было время, крылья нам вязали Но вновь наш рамбик носится по небу Наш рамбик снова носится по небу По небу Именно эти рамбики, я считаю, спасли и пилотажную программу Макса Это и русские витязи, и стрижи, и беркут, и соколы России И, конечно же, я просто хочу немножко Меня многие спрашивали здесь, когда мы встречались Как Макс, как Макс Ну, не все на нем были Кто-то был всего лишь на одном Знаете, сложно говорить на эту тему Если его сравнивать с какими-то предыдущими салонами Конечно, ну, не скажу, что никак Ну, слабее, естественно Но, зная те обстоятельства, при которых это все должно было происходить И до конца не было понятно, вообще произойдет это или нет То просто, ну, это здорово И те же ребята, которые работали в небе А это кроме пилотажной группы Это и Светлана Капанина У меня тут светит солнце Я не знаю, пришла Светлана Владимировна или нет Должна быть или подойдет Это и вертолеты России, конечно, успел увидеть Моих близких друзей Из Московского вертолетного завода Испытателей летчиков И все работали, в общем, ну, на полную Поэтому Макс получился Какие-то другие нюансы Ну, может быть, я еще потом что-то скажу, не знаю Но это действительно была такая большая работа И слава богу, что все это произошло Конечно, было куча всяких проблем Но без них никогда не бывает В этом году они были какие-то, наверное, может быть Какого-то другого плана Возьми планшет Отметим запасны Не время нас записывать в запас И еще слыша И лямки подвесны По-прежнему подогнаны под нас Может, ты посмотришь Как к лицу нам небо И облака к лицу нам до сих пор Ты просто очень долго в небе не был И не смотрелся сверху лазер Ты вспомнишь, друг, пристегивая крылья Кто мы такие и чего хотим И пусть нам на земле не дары сказку сделать пылью Но мы в другую сказку полетим И мы в другую сказку полетим Там надо дождями светлые долины Которых нет на карте нет Но и страшно, что кто-то из кабины Шагнуть по этой тверде неземной Мы летчики, мы часть небесной плоти И чище мир сквозь линзу фонаря Мы каждый раз рождаемся на взлете И верим, что рождаемся не заря И еще нам рано на земные роли Тоску не время водкой заливать И нас с тобой никак уже без крови и без боли От крыльев никогда не оторвать От крыльев нас уже не оторвать Мы можем заварить такую кашу Что супостат не сможет расхолебать Не будет постар в них в небе нашем Пока нам здесь назначено летать Еще нам надо вырастить пернаты А потому нас рано провожать Кто, как не мы, научит зне крылатых Крылатым быть и небо уважать Не станет нам преградой непогода И нас ждет всегда небесная страна И как перо макая крылья золотого схода Напишем в небе наши имена Оставим в небе наши имена Там облака летовые, как сот Там радуги срываются с киля Дружище мой, бери планшет Записывай высоты Мы полетим и взлет у нас с нуля Мой летный брат, бери планшет Записывай высоты Мы полетим и взлет у нас с нуля Спасибо На каких-то крайних концертах стараюсь Ну не то что Многие знают здесь, что третья песня у меня всегда Это вот этот третий тост Память о тех, кто ушел на последнее задание Каос, наверное, в каком-то виде На некоторых концертах я стал Ну может быть ушел от этой традиции как-то Потому что время тяжелое Хочется как-то немножко какого-то больше позитива Но именно в этот день я всегда эту песню пою Потому что сегодня не только мой день рождения Сегодня день рождения моего близкого-близкого друга Игоря Валентиновича Ткаченко Сегодня ему бы исполнилось 57 лет Время летит просто невероятно быстро Через три недели Почти через три 16 августа будет 12 лет Как он ушел в свой последний полет Именно перед Максом В 2009 году И Ну я не считаю для себя возможным Сегодня не спеть эту песню Хотя, конечно, опять же Песня как третий тост Она посвящена всем, кто ушел на последнее задание Но начинается название Памяти Игоря Ткаченко Ну вот и все На новом месте служба Разбор полетов Словно Будь здоров Хоть я живу порой не так, как нужно Отправил все же к нашим Но суров Просто и главный Исключительно суров А встретили задчего цена Все пять баллов Кто был не на полетах Прибежал И даже сам Валерий Павлович Чкалов При встрече Крепко руку мне пожал Обнял И крепко руку мне пожил Но главное Я все же здесь летаю Не ясно как Отсутствует металл Хоть крыльев за спиной Не наблюдаю Летаю Ни в сколько в жизни не летал Летаю, как при жизни не летал Здесь поздно в полете Бывать осторожным На все виды допуски Даже на сложный Мы стали здесь все не настолько безупожны И нам уже можно Теперь уже можно Летать без границ Здесь нам открыты Любые районы И небо сюрпризово для нас Здесь ушей не таит Но как же мне хочется выпить Стакан тот граненый Что с хлебушком черствым У фото со мною стоит Мы живы Хоть оплатаны родными Нас радует здесь Небо холодок Ни рай, ни ад А где нам между ними Невидимый военный городок Заоблачный военный городок Нахарай мы по заслугам не проходим А вот шумна Мы за ним-то не резон Забор, казарма Который-то на входе У нас отдельный летный гарнизон Для летчиков отдельный гарнизон И главная одна для всех задача Летать живыми здесь по небесам Стараться уберечь парней Иначе Все плохо, коли они приходят к нам Будет плохо, коли они приходят к нам Здесь поздно в полете Бывать осторожен На всем этой допуске И даже на сложной Мы стали здесь все не настолько безупашны И нам уже можно Летать без границ Нам открыты Любые районы И небо сюрпризов Для нас Здесь уже не длит Но как же мне хочется Выпить стакан Тот граненый Что с хлебушком черства У фото со мной стоит Вне возраста Все летчики в полете Равны все Элитеха и Глупком Здесь Нестеров с Гагарином в почете И Гуточкиным С Одесским юморком А Бася Сталин Но тот особняком Шумит нам Происправность Всей моей части При папе мол За это под расстрел Наверное, грузин Здесь прав отчасти На днях он Целый борт Опять сгорел И новый экипаж Нам прилетел Теперь и сам Я здесь таких встречаю На входе В гарнизонном КПП Я здесь за подготовку отвечаю В соответствии с небесным КПП Здесь курс другой Небесный КПП Здесь поздно в полете Бывать осторожным На все виды допуски Даже на сложном Мы стали здесь все Не настолько безможны И нам уже можно Летать без границ Нам открыты Любые районы И небо сюрпризов для нас Здесь уже не дует Но как же мне хочется выпить Стакан Что с хлебушком черствым У фото со мною стоит Нам уже можно Теперь уже можно Нам уже можно Ветер с утра Все в парах Гуляет Устроили какой-то шумный пир И тучи неба клочьями цепляют Как будто бы замерз Молчит эфир Наверно уж лучше снегового июля Чем этот ливень молнии и кров Синоптики нас снова обманули Протру до самых плит Аэродром А зябленно стоят Как самолеты Настерпели вас ждут Мы не идем Погода прекратила все полеты И мы к земле Привязаны дождем Ждем И жены радость тщательно скрывают Дождем, видев слезы на стекле Пускай гремит и молнии зверка Спокойней, пока на земле И кажется, что небо цвета хаки Его расчертит молнии злом Грустят аэродромные собаки Укрывшись этой Насте Под крылом А зябленно стоят Самолеты Настерпели вас ждут Мы не идем Погода прекратила все полеты И мы к земле Привязаны дождем Ждем И небо, как компьютер, вдруг зависло Мы на высотке, будто под шатром Ударит шар бильярдный Словно выстрелом И где-то канонады фронта Гром Напомнит нам о том, как мы летали В свинцевых небесах В дождях войны Погода нас тревожила Едва ли летали Только ждали тишины А зябленно стоят Самолеты Настерпели вас ждут Мы не идем Погода прекратила все полеты И мы к земле Привязаны дождем Ждем А зябленно стоят Настерпели вас ждут Мы не идем Погода прекратила все полеты И мы к земле Привязаны дождем Ждем Аплодисменты Я не вижу У меня очень много света здесь Андрей Анатольевич Вы там приехали? Да-да-да Это русский Витязь История Витязь там тоже есть Вот Ну собственно говоря Следующая песня То да Я очень рад Что сегодня приехала Эта команда Насколько они могли Там Собрать людей Ну или даже собрать Хотели многие Немножко у нас тут Получилась такая Техническая Какая-то неувязка Но Для меня очень дорогого Стоит Что приехали эти люди Ну Андрей Анатольевич Это заслуженный Военный летчик России Начальник 237-го Гвардейского центра Показа авиационной техники Имени Трижды Героя Советского Союза Маршала авиации Кожудуба Заслуженный военный летчик Летчик-снайпер Андрей Анатольевич Алексеев И Та команда Которую он возглавляет Команду Кубинским авиацентром Которая работала на МАКСе Вот они там сидят На тракте Можно с ними фотографироваться Это даже стоит Летим в заморскую страну Что далеко в чужих широтах Мы на военных самолетах Но наш маршрут Не на войну Летим В нерусскую страну Как по линейке В небесах Мы чертим след инверсионный Меняя снизу странные зоны И часовые пояса Мы на работе В небесах Мы небом одержимы И это не на час На жизнь Вами заниматься летным отделом Предельные режимы Не так тревожат нас Как то, что на земле Все за пределом Давно земляет Давно все за пределом Летим туда Где чтут Коран Там авиация В фахоре Их и главней У них не спорят Верблюды Или аэропланы Не спорят там А мусульман Мы им отрутим А пилотаж Сорвем восторг Аплодисменты Ведь вспомнят страны Континенты Все знают В небе почерк наш Наш Russian crazy пилотаж Мы небом одержимы И это не на час На жизнь Хватит заниматься Летным отделом Предельные режимы Не так тревожат нас Как то, что на земле Все за пределом Там на земле Давно все За пределом Дай Бог нам снова Но Москвой Пройти дать Салют победы На нас с небес Посмотрят Деды И вспомнят свой Последний бой Пацаны Завичи Москвой И дай Господь Сберечь Орлят Чтоб не пришлось С нуля Сначала Ведь Ведь Жидут Покрышки Чкалов На помощь К нам Не прилетят Но там На небе Не простят Мы Мы Небом Одержимы И это Не на час На жизнь Коль заниматься Летным отделом Предельные режимы Не так тревожат нас Как то, что на земле Все запретило Там На земле Давно Все запретило Мы Небом Одержимы И это Не на час На жизнь Коль заниматься Летным отделом Предельные режимы Не так Тревожат нас Как то, что на земле Все запретило Там На земле Давно Все За Пределом Как же Что на земле Все запретило Та Нарап Та Та Ра Та 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ИНТО МАШИНАХ За ними их ребята летают, которых они научили летать. Это очень здорово! АПЛОДИСМЕНТЫ И это очень здорово. Так, немножко, как сказать, расслабиться, хотя в песне там не очень ты расслабишься. Я как-то сам хочу. День сегодня не забраться, я чуть было не про распалки. Вроде не гудели бы вчера. Зацепил, разбил будильник, любимый подзатыльник. Ну ты, Маша, доброе с утра. Сдуру видно, спала заранку, зря дневник я взял у Ваньки. В школе оказалось, он в пике. И шумит родная Маша, что мальчишка ведь папаша. Точно летчик без царя в башке. Полчаса мне до работы, нам до вечера полеты. Командир навстречу мне к добру. Ай, что-то там не по уставу, и за это он мне вставит. Да что ж такое нынче поутру? Мне в санчасти пульс проверят, и давление измерят. Доктор скажет, летчик, не грусти. Указание, постановка, цели курса, остановка. Ты меня, бетонка, отпусти. Ты меня, бетонка, отпусти. А в небе так немного людно, здесь спокойно и уютно. И никто не пилит, не орёт. Я бы здесь пожить остался, в жизни лёдно прописался. Но уже четвёртый развалёт. Обороты чуть убавлю, кран-шасси на выпуск ставлю. Где тук-тук? Не слышу бацубой. Лампы красным симафором. Мне кричат с панели хором. Парень, нынче день совсем не твой. Битхоин, па-па-па-пам. Блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад, в ответ советы. Делай то, не делай это. Шеф топовет ласково, держись. Танцевать я в небе ринус. Перегрузки в плюс или минус. Знагопеременно всё как жизнь. И совсем не бережливо. Самолёт я в хвост и гребет криво. Воздух с возмущением свистит. Ты держи стальная птица. Нам с тобой нельзя убиться. Маша, мне такого не простит. Мне с земли дадут весну. Хватит, мол, давай ковцу. Не дури, пора борт покидать. Хватит, ты слышал, милый. Помогай мне, что есть силы. Хочется с тобой ещё летать. Ты сейчас мне всех дороже. Я тебе, наверное, тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждёт меня и Маша. А тебя ждёт техник Паша. Нам никак нельзя их подвезти. Прочь фонарь, мы на колесаде. Мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе устав. Ты как трактор пронесёшься. В ограждение уткнёшься. Бородно на грунте пропахав. Снег кругом, а мне так жарко. Здравствуй, скорая пожарка. Доктор снова. Кружка, спирт, глоток. Чёрт и командир тут с ними растолкает всех. Обнимет. Что-то намекнёт про орденок. Папапам, папам, папам, папам. Пошутил небось про орденок. Начинался день, как кома. Но посвистывая к дому. Улыбаясь, дую налегке. Ванька мне доложит бойко, что исправил пол на тройку. Горизонт выходит из пике. И меня обнимет. Маша принесёт борща и кашу. Нам двоим по рюмочке нальёт. Как бы кто-то не старался, день сегодня все ждался. Мы вернулись, я и самолёт. Как я сильно не старался, день сегодня все ждался. Мы вернулись, я и самолёт. И самолёт. И самолёт. И самолёт. В клубе не стали как-то обозначать именно название концерта. Хотя для меня оно было именно так. 55 и 30. 55, понятно, сегодня мне исполнилось. Честно говоря, ощущаю себя где-то на 25 остальной выслугой. А тридцать — это тридцать лет. Песня «Я лётчик». Действительно, так иногда оглядываешься. Песня, которая мне не очень нравится. Но, как сказал один мой друг, Анисимова, она живёт помимо тебя своей жизнью. Другой друг сказал, когда я смеялся, ну не смеялся, я говорю, нифига себе, у Рюзенбаума песня «Гоп-стоп», он её спел с симфоническим оркестром. Ну это было лет 15-20 назад, когда тоже какой-то был юбилей, я такой, ну нифига себе, Генщ. Он говорит, Анисимов, попомни мои слова. Эта песня «Твой лётчик когда-нибудь с оркестром будет сыграна». И, в общем, она была сыграна с оркестром действительно. Так, выходит, знакомые мне люди. Они, кстати, очень похожи друг на друга. Это лётчики. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день. Уже вечер, да, по старой традиции. Лётная школа «Авиатр». Друзья Николая, мы обучаем школьников, как раз готовим будущую лётную нашу смену, лётчиков, жанеров, диспетчеров, конструкторов. И вы удивитесь, они вам сейчас раздают самолёты. На каждый стол вы получите вот такие самолёты. Нормально вот? Тут написано «Будем жить», фотография Николая. А тут «55», полёт нормальный. Николай начал говорить о том, что сегодня мы празднуем 30-летие песни «Я лётчик». Ну, как раз эта песня сейчас и будет. Вы, конечно, подумали, как бы это всё выиграть. И мы приготовили 300 самолётов. 300 самолётов. Николай живёт у нас в Белоруссии, и он часто летает между Москвой и Белоруссией. И поэтому у нас вот эта часть условно назначается Белоруссией, а эта часть условно к Минскам, аэропорт Минска, а это условно аэропорт Москва. И поэтому самолёты у нас будут постоянно летать из Москвы и Минск. Точно так же, чтобы Николай к нам почаще летал на концерты. Сейчас мало, сейчас мало очень. А вот мы 300 самолётов принесли, чтобы было много. Помимо самолётов, вам сейчас ещё вручат вот такие визиточки. Билет в Минску сейчас расскажет. Значит, самолёты у нас летают, когда идёт эта песня, на протяжении всей песни. Помимо этого, вы получите... А давайте сначала Николаю вручу. Николай, вы долго думали, что же вам подарить, чтобы запомнилась дата знаменательная, и мы с вами люди авиационные. Ну и не авиационные люди покупают билеты, да, чтобы летать в самолётах. И мы хотим вам подарить то, что дарите вы нам. Билет в Минску. Билет в Минску. Билет в Минску. Берите, пять звёзд, маэстро, три звёздочки в песне. Но и билет этот волшебный. Мы сейчас вместе с этим билетом, я хотел бы, чтобы вы нам помогли немножко, посмотрите, есть на обороте специальное поле для пожелания, и мы хотели бы, чтобы всех, или желающих, кто здесь находится, мы передадим сейчас 4 волшебных фломастера упористым почерком, пожалуйста, напишите ваши пожелания, и потом билет мечты вернется Николаю, и он будет смотреть то, что вы ему желали. Это билет мечту Николаю. Ну давайте, мы будем передавать, чтобы вы уже работали. Ну и два сертификата, в летной школе авиатор у нас есть тренажеры, один сертификат на полете, на самолете, на тренажере самолета Cessna 172 L-39, Boeing 737-800, и мы открыли планерную школу, и другой сертификат, уже, наверное, в следующем году, на полете планер БРО-11 МС. Тут мы что-то думали, что написать, и написали так, свободный полет, ветер прямо в лицо, и понимание, с какого места выливается адреналин гарантируется. Вы получаете такой билет мечту, это он ваш. Есть здесь инструкция, почитайте внимательно, это тоже такой небольшой подарок на весь этот вечер для всех, для нас. Инструкция я хотел бы зачитать, вот она вот здесь есть. Представить и загадать желаемую мечту, зажать билет в ладошке и подумать об этой мечте, и потом положить куда-то эту визиточку, билет мечту, и при необходимости доставать, и вспоминать, как это было на этом вечере. Эти ваши уже визиточки. И можно еще два слова. 55 отличный юбилей, мы тоже думали, как же нам поздравить. Мы с вами люди авиационные, все знают, что в авиации есть две цемки, правильно, да? Отличные, хорошо. Николай, мы хотим, чтобы все у вас было на 5,5 в жизни везде. 55, 5,5. И мы хотели бы под эту песню вам подыграть сзади. Хорошо. Фонариками. Пожалуйста, помогите нам тоже. Все достают мобильные телефоны, по возможности включают фонарики, и мы под эту песню знаменитую летают самолеты в течение всей песни и с фонариками, хорошо? Сейчас я им дополнительную задачу поставлю. Дело в том, что сегодня эта песня прозвучит дважды. Дело в том, что, учитывая, что действительно ей 30 лет, я сейчас спою ту песню, которая прозвучала именно 30 лет назад, 18 августа 1991 года. Написана она была, я сейчас дату не помню, но где-то в эти дни, в июле. Она же не могла была написана тогда, именно 18 августа, когда уже программа вышла. Тогда впервые лицо старшего лейтенанта Анисимова поила с телевизор. Песня менялась существенно и несущественно, но только лишь в третьем куплете. И надо сказать, что именно тогда, в 1991 году, период гласности, перестройки, уже окончание ее, потому что действительно 18 августа, это было, те, кто в те времена помнит, конечно, знают, что было 19 августа. А где вы были 19 августа? Вот. 18-го был день военно-воздушных сил, день воздушного флота. И времена были немножко другие. И если молодые, молодежь, она не совсем понимает, действительно, тот третий куплет, а те, кто постарше, помнят. Я, причем, кстати, по просьбе русских витязей, командир сегодня эскадрильи, пилотажной группы русских витязей, Сергей Щеглов, он говорит, ну вот, у нас уже квартира есть, а ты все поешь. Я менял там, действительно, сообразные обстоятельства, а сейчас поют так, как это было именно тогда, в 1991 году. Начинаются полеты. Матмитск, Москва, самолеты начинаются. Я летчик. Давайте. Красивая форма, лампас голубой, и даже завидуют кто-то порой. Я летчик. И звук от турбин на земле лучше звук, а мой самолет, а ты мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонным летать, за это готов его жизни отдать. Я летчик, но сегодня тут, по-моему, ничего в твоей небе я душу продал. Мне кажется, это рождение лета мне летчик. Для меня это сюрприз, конечно. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить. Даже хмурый денечек. Покой на войне, стерево в нем петлю свернула в душе, там вираж, бочка, горка. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовик не посмел. Из земли я тоже, конечно, влюблю, но только когда не по ней, а на дне. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже, и давит на сердце мне несколько жертв. Я летчик. Комбе свечи в поту можно просто отжать, и кто вам сказал, что не сложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть, по праве стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. И чтобы земля вновь не стала гореть, я снова и снова, я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить. Даже хмурый денечек. Покойного нестерова мне предлю, свернув в души, там вираж, бочка, горька. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовик не посмел. Из земли я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. Ну, сейчас знаменитый, третий купли. Пока когда поглиссанел идет дым у нить, я думаю, что мне на ужин купить? Я летчик. А что на земле военторг лезь пустое, как будто по полкам прошли здесь войной. Я летчик. Квартиры свои у меня просто нет, общага мой, дом общий, душ, туалет. Я летчик. Иной раз хотят запретить мне летать, и могут порой оккупантом назвать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить. Даже хмурый тенечек. Покойного Нестерова в нем бетлил. Сверну от души, там вираж, бочка, горка. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовик не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю. Но только когда не по ней, а на дне, но только когда не по ней, а на дне, но только когда не по ней, а на дне. Я летчик. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Все время вспоминаю, есть какие-то такие ключевые воспоминания о концертах, а это воспоминания именно из этого зала, когда раздался встревоженный голос Николай Викторович, вертолетчики волнуются. Годы птицы улетают, по земле меня болтают, а точнее выше, над землей, не до жиру быть бы живым. Где-то на всех, сколько лет на всех режимах, в небе мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам, с винтокрылою машины, пишем то ли сказку, то ли были. Вместе с ней по небу ходим, а мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. А что в небе, отты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Да что в небе, отты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Мы нередко с ней прощались, честным словом, возвращались, а потом на мадушке земли. Экипажем водку пили за машину и за Миля, мы на ней, как водка на метле. Мы на ней, как змей карлины, тоже можем землю выжечь, или как ковер, но вертолет. Только чаще в этой сказке, как усталая собраска, из последних сил она всех спасет. Терпеливо ленку тянет и молотит лопастями, днем и ночью в буря или штиль. Та, что в небе, отты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, отты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Ей поклонятся солдаты, те, кто вышел в медсанбатах Не для них теперь ее родней И гражданские пилоты за совместную работу Тоже снимают шляпу перед ней Возят даже президентов и на разных континентах в небе Словно рыбкой в воде Пусть ни в меде и ни в глянце Уважают иностранцы, знают то, что выручат везде Над полями и лесами ледяными полюсами Кружат, поднимая снег и пыль Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то Создал Михаил Леонтьевич Миль Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то Создал Михаил Леонтьевич Миль Михаил Леонтьевич Миль Вот выходят люди, и я не вижу, что там происходит На тот раз так, и сразу два заслуженных летчика-испытателя России Владимир Николаевич Кутанин, Геннадий Ананьев Люди-герои Макса Это Ми-38, который выполнял пилотаж А про Ми-28 НМ я вообще, когда он там И это очень мои близкие, замечательные друзья Ребята, спасибо, что вы пришли Вы так неожиданно оттуда вышли Добрый вечер, дорогие друзья Ну, вертолетчики, это только часть Этой гвардии небесной Но не секрет, что поклонников Николая Наверное, от самого Дальнего Востока До самых западных рубежей нашей страны Наберется немного И сегодня праздник, и только у него праздник и у нас Потому что он своим творчеством подарил Множество замечательных песен Вертолетчикам особенно И сейчас сидел за столом, подумал Надо же, милевских только песен Сколько камовских? Но, но, чтобы он про милевцев не забывал Мы потихонечку строим новые машины Вот так покажу Вот здесь стоять у него Перед там, да? Где-нибудь в комнате Конечно И, глядя на нее Скоро нам напишут Еще одну новую песню Про МИ-38 От всей души желаю ему Крепкого здоровья Вот это мне желал, когда я строился Творческих узбеков Я ему желаю творческих успехов Присоединяюсь к пожеланиям И хочу сказать В горе или в радости Дай Бог, чтобы в радости Прилетит вдруг волшебник В голубом бутолете Прилетит вдруг волшебник В голубом бутолете И бесплатно покажет кино С днем рождения Поздравит и, наверное, Оставит мне в подарок Пиццов Спок Stilic Вы не уходите Будете подпевать теперь Что? Дчетался в детстве сказок Веслепительских подсказок Я хотела летать, как Карлсен И рожить между крыш До небес казалась Малость И легко во сне леталось Только в детстве все осталось Толстый карусан и малыш Эскимо на вертолете Даже если сильно ждете Не бывает, не найдете Сказка, лучший мультик врет Вряд ли вы меня поймете Но хотелось жить в полете Из неба в вертолетик Превратился вертолет Давайте Вертолетик И вы там тоже давайте Вертолет Вертолетик Вертолет Покормни, нифига не уходите Тогда еще с двумя заслуженными летчиками Испытать о реверсии Вам придется здесь потерпеть По горам поля мы весим Облака вентапе весим Как малыш и карусан вместе Разлучись не смогут нас В небе жизни совсем другая Пусть земля меня ругает Я по воздуху шагаю Сжав ладошкою Шаг газ Торты Скину конфеты Все остались в детстве где-то Возим бомбы и ракеты Уповозили Раздаем то там, то тут И в десанте, и в пехоте В мой зеленый вертолетик В исключительном почете Нас всегда с надеждой ждут Ждут Р-р-р, вертолетик У нас тут три двигателя на сцене Р-р-р-р, вертолет А в зале много Р-р-р, вертолетик Р-р-р, вертолетик Р-р-р, вертолет Дружие мальчишки достают порою слишком, Вспоминаем чью-то мать, Кто с рогаткой, кто-то с пушкой. Все берут меня на мушку, А набрать хотят игрушку, Вертолетик поломать не дам. И тогда я огрызаюсь, Взбав все тяжкие пускаюсь, И за небо я хватаюсь, Каждой лопастью держусь, Нам домой вернуться нужно, С вертолетиком мы дружно, Под огнем свой танец кружит, Он герой, я им горжусь. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Вертолетик. Р-р-р-р-вертолет Р-р-р-р-вертолетик Р-р-р-р-вертолет Мы полжизни с ним летаем Выручаем и спасаем Отдохнуть и не мечтаем Поменялись только мест Вдруг из детства тот волшебник Прилетит и даст учебник Чтобы понял я зачем Нам этот наш воздушный крест Прилетит на вертолете Неотложен по работе Заботясь о пилоте Детство он меня возьмет Даст пломбирки, но покажет Сказку на ночь мне расскажет И подарит может даже Свой мультяшный вертолет Запускаем Запускаем Вертолетик Вертолет Вертолетик 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 Спасибо Я продолжаю глядать. Спасибо вам, Ген, спасибо большое за руку. Благодаря тебе мы немного и артистами стали. Спасибо, Ген. Вы знаете, вот на МАКСе были запланированы кое-какие мероприятия, и я должен был 20-го в день открытия участвовать в таком мероприятии, которое для меня было очень важно. Когда меня пригласили, я сказал, что я безоговорочно, конечно же, буду петь там и так далее. Ну, к сожалению или не к сожалению, его перенесли. Ну, оно проходило 20 июля на военном мемориальном кладбище в Мытищах, потом в одном музее, и в итоге в основном оно проходило в Звездном городке. А 20 июля исполнилось бы 90 лет моей замечательной, я ее подругой называю, Марине Лаврентьевне Попович. К сожалению, она ушла от нас, она несколько лет назад, мы очень дружили. Дочка Оксана мне звонила, Коль, ну вот мы будем проводить такие штуки, может ты будешь? Я говорю, конечно, буду, но именно я соглашался на то, что если это будет все на МАКСе, потом вот это все туда ушло и сказал, знаешь, Оксана, я все равно на концерте скажу об этой женщине, мы ее, конечно, помним, это уникальный человек, это летчик-испытатель, у которого более 40 типов освоенных самолетов и более 100 мировых рекордов. Слаурентьевна, я ее на ты называл, не знаю, это уникальная женщина, мне было очень комфортно, она все время рассказывала какие-то такие прикольные истории, не все их можно рассказать даже, это очень лично. Я, кстати, Павла Романовича Паковича хорошо знал, еще в Кубинке мы с ним встречались, но он раньше ушел. Вот, ну это женщина, летчик-испытатель, я очень горжусь, что свою книгу «Я летчик», она назвала именно «Я летчик», и она говорила о том, что она ее так назвала из-за моей песни. Для меня это очень дорого стоит, ну и песня, она посвящена всем испытателям, но сегодня я бы хотел ее исполнить действительно именно память о Марине Лаврентьевне. В небесную обитель мы приводим их, как в сады детей, Для них мы, как родители, куда уж ближе и родней. Мы словно воспитатели, они побудто школьный класс, Они же, как испытатели, испытывают нас. И в небесах распахнутых, перемещаясь вверх и вниз, Играем в умную шахматы, где жизнь как будто главный приз. И каждый раз, как в первый раз, не бывает здесь ничьих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем, В ответ они тоже нас многому учат. И хоть и красота есть в солнце и в тучах, Романтики мало, а зато и не скучно. И пусть зонты нам горы предложат, Полцарство за небо мы точно откажем. Летаем на всём, что летает и может, На том, что летать совсем не может. Полтают обыватели, что мы живём, как бумажный сыр, Считают, сколько тратили, считают, что много весь мир. Мол, жизнь полна романтики, благовольная, то дача нам. И деньги, словно фантики, швыремы мы по сторонам. Не объясните вы таким, что не измерить кошелёк, Тогда останется родным на память шлем и орденок. И в новостях лишь пара фраз таких холодных и сухих, Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем, В ответ они тоже нас многому учат. И хоть и красота есть и в солнце и в тучах, Романтики мало, а зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, В полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всём, что летает и даже на том, Что летать пойти не может. По краю наставления хотим вот ещё в тот край найти, Чтоб не было сомнений и вас ли ты мог сказать, Лети любимому ребёнку, что за годы научил ты жить. И в лебеде утёнка смог, как в сказке, превратить. А после дети новые, которые сильней и умней, Фактивы и рисковые, не только для нас родней. И снова непослушный класс перед руками притих, Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы по небе летать и работать и хочем, В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце и в тучах, Романтики мало, а зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, В полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всём, что летает и даже на том, Что летать пойти не может. Мы по небе летать и работать и хочем, В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце и в тучах, Романтики мало. Зато и не скучно, и пусть золотые нам горы предложат, В полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всём, что летает и даже на том, Что летать пойти не может. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Здоровье — это хорошо. Тебе здоровье — быть летчиком. Спасибо, дорогой. Ну тогда тем более, надо эпиграф к этой песне, если я его вспомню. У меня растут года, скоро и 17. Кем работать мне тогда? Чем мне заниматься? Книжки переворожив, намотай себе на ус. Наматывай. Все работы хороши. Выбирай на вкус. Помню, мы в школе учили стишок. Классик-поэт в нем рассказывал детям. Мол, хороши все работы, дружок. Сотни профессий на нашей планете выбрать на вкус я не принял совет. Я за отцом, ты за братом тянулся. Ну и, конечно, примером был дед, тот, что из неба войны не вернулся. Бабушка. Бабушка мне говорила, внучок. Бабушка. 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 Вылетели, я с ними летал, И вспоминал я нередко бабулю, Чаще тогда, когда прямо в металл Мне мало телеснарядка и поле. И в этот миг мне казалось предел, В миг, когда тетка с косою цеплялась, К бабушке срочно вернуться хотел, Чтоб мне с порога она улыбалась. И как тогда говорила внучок, Холю, взлетаешь, взлетай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, Чтоб ты всегда возвращался обратно. Время, как пуля на вылет или влет, Бабушка к деду давно полетела, Только мне кажется, каждый полет. Смотрят они, чтоб меня не затела, Дед словно рядом команду дает. Бей их, внучок, а тобой я прикрою, Отвоевал я теперь твой черед. Помни, что с бабкой мы рядом с тобою, Бабушка с дедом твердят мне внучок, Коль уж летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, Когда горячо, Чтоб ты всегда возвращался обратно. Бабушка мне говорила, Внучок, горюшь, летаешь, летай аккуратно. Бог тебе помочь, когда горячо, Чтоб ты всегда возвращался обратно. И я летал, в небе летал, Но не всегда аккуратно. Всю жизнь летала, была, влетала, Но возвращалась обратно. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! Браво! Возвращайтесь сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, Совсем ненадолго прервать... У Коли чуть-чуть отдохнет голос, горло. Дорогой Николай Викторович, Рашид, поздравить от Кубинки, от пилотажных групп, от твоих друзей, с твоим юбилеем. Мы очень любим тебя, ценим. Ты знаешь, у нас не просто там братские какие-то отношения, такие, гораздо они глубже. Вот. Решим передать приветственный адрес от командующего ВВС, генерал-лейтенанта Дронова Сергея Владимировича. Вот. Ну, тут всё написано. Николай Радисимов. И такой эксклюзивный флаг, это крайне советский флаг. Советский кто-нибудь. Вот. Флаг ВВС. Тот, под которым, в общем-то, достигается победа. АПЛОДИСМЕНТЫ И... Я так всё время много не занимать. Давайте, наверное, КМС скажут и близкие друзья, да. Ну, это Кубинга, это моё. Это моё. Я всегда горжусь, что ребята считают меня своим. И, в общем... Ну, в общем, спасибо мне. Колечка, дорогой, верных, надёжных друзей. Креплого, ведёте партнер. Пусть... Ну, всё. Пусть... Пусть... Это... Это фильма «Округ». Это Виктория Львовна, Еле Фёрова, Которая... Ну, вот... Это они шьют эту лётную одежду... А... Ну, а какие-нибудь прекрасные. На размерчику задалось. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы знаете... Ну, я же работаю на телевидении, мы хотим сделать программу про них. Потому что вот такая одёжка... Это... Ну, я так... Ты же меня извини. Да, я так уже сказал одёжка, да. Но, на самом деле, это очень сложная штука. Я никогда не ожидал, когда мы разговаривали у них на предприятии, что чтобы вот это сделать, это продувалось в аэродинамической трубе специальной, потому что именно НПО «Звезда» на катапультирование на скорости 1400 км в час, когда первый экземпляр летных комбезов с них срывало все карманы и так далее. То есть сегодня это все пошито очень специальными нитками с направлением и так далее. Это в Америке на фаер-тренажерах прожигалось на антиперенность, сколько будет гореть комбинезон. Он горел определенные секунды и разговаривал, когда вот с директором фирмы «Округ», он говорил, что да, мы новый жгли, а потом мы 60 раз стирали и опять туда и очень переживали, а он горел дольше оказывается, потому что сел и пространство между нитками. То есть, ну, представляете себе, насколько это все сложно. Это не просто красивая, действительно, одежда специфическая, в которой летают ребята. Это очень серьезное производство. Спасибо, Виктория Львовна. Николай Викторович решил поздравить тебя с твоим юбилеем. Мы видим всю красоту полета, но передать это не можем, к сожалению. Не хватает нам таланта. Поэтому круче, чем ты, не скажешь. Поэтому твоими словами, вот наша картинка. Ты спел, мы сделали. Спасибо. Виктор Николаевич Кондреводет. Звонил мне сегодня, да? От первого главкома ВКЛЕС, от последнего главкома военнослужащих сил, от председателя комитета Совета Федерации по оборону безопасности у меня полководника ГРС Виктор Николаевич Кондреводец. Он сказал, просто скажи, за настоящесть Николая. Спасибо. Коля, брат, мы знакомы уже, ну, наверное, 20 лет. Где-то около этого. Мы первый раз увиделись в городе Пушкин, мы летали в военно-морской салон. И тогда я помню, когда мы отлетали, мы собрались у тебя в номер, мы, наверное, пили, пили до утра, выпили все, что у нас было, и спели все, что мы знаем. Поэтому, друг мой, я от души тебя поздравляю, самое главное, тебе крепкого здоровья, и чтобы тебя всегда окружали близкие, родные тебе люди. Вот в этом чемоданчике есть книжка Руслова Гамзатова «Стихи о друзьях и о дружбе». И то, что нужно сесть за круглый стол в стол с друзьями, мы опять. Это те люди, которые всегда готовы прилететь, куда бы ты ни сказал, и сесть за круглый стол. Спасибо, спасибо, дорогие мои. Пилотажная группа «Русские видези», пилотажная группа «Стрижи», фирма «Округ», совет федерации, комитет по обороне. Спасибо вам большое, дорогие. Я вообще, честно говоря, на часы смотрю, думаю, вроде как у меня по плану антракт был, хотелось еще что-то спеть. Ничего, вы там не устали вообще? Не-не-не! Продолжай. Ласточки летают над землей. Если, значит, снова непогода, Мы уйдем же в небо здесь полгода, Значит, полтора, и я живой. На дре умножается вай-н-вай, Вот и с нами видно все на глаз. Если мы летим предельно низко, Это значит, нам до цели близко, Крайний или последний этот раз, Бог решит, мы верим, Он за нас. И, конечно, верим мы в бою, Той, что никогда не подводила, Кто-то называет крокодином, Птичку, Про которую Пою, Асточку беднистую Мою. Подтвердят на трассе Расчет, Нежившийся летчик-оператор, Нынче он, как в фильме, Терминатор, Все, что снизу, Убирает в ля, Наш привет он тем не нашим шлёт, Скажет, кто не страшно, Мол, Вороньё. Нас спугают снизу пулей, Дурой, Отвечая всей номенклатурой, Птичка разметает вороньё, Мы втроём поднимом у неё, Душу винтокрылую свою, Вместе с нами ты не погубила, Обозвал же кто-то крокодил, Ту, Что вместе с нами на краю, Ласточка беднистая Мою. За спиной молотит пулемёт, Бортовой наш парень не из ротких, Обложился лентами в коробках, Пулемётный сам себе Расчёт, Бортовому общий наш зачёт, Надпись, что опасно у хвоста, Даже дуракам её смысл ясен, Нынче я действительно опасен, Горный край меня уже достал, К чёрту живописные места, Всегда, Что вместе с ней в краю, Красотой меня с ума схватило, Что за дурень кличет, Крокодилом ту, Что вместе с нами на краю, Ласточку беднистую мою. Там, пара-па-пам, Там, пара-па-пам, Словно сто разгневанных богов, Всю на нас обрушили с перепостью, В небе, словно маленькая крепостью, Мы ведём огонь из всех стволов, Нам иначе не сносить голову. С нашей птичкой мы не отвернём, Не пробудут с ней такие штучки, Бережно держу её за ручки, Словно в танце, Кружим мы вдвоём. Мы танцуем танго под огнём, С той, которой песенку пою, С той, что нас от смерти уводила, Я убью того, кто крокодилом Обзовёт любимую мою, Ту, что вручала нас в пыль, Ту, что вместе с нами на краю, Ласточку беднистую мою. Браво! Александр Викторович, конечно, Человек, который называет этот вертолёт винтовкой. Для летающей винтовки. Розенбаум в свое время 87 году Пообещал написать песню про вертолёт, Но не с подругой, как сказать. А Николай Викторович улековичил Двух бойцов. Это Ми-8 и Ми-24. Большое спасибо. Спасибо. Заслуженный военный лётчик Александр Викторович Новоченко. Полковник один из первого состава Пилотажной группы Бир, У которого Афганистан и всего остального Просто выше крыши. Ну и, конечно, нельзя не спеть про ту машину, Про которую он напомянул. Это великая машина. Я вернулся. Весь набитый до отказа. Я принёс их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых трёхсотых Три-двухсотых. Я их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом Вернулся. Я вернулся. Знать, судьба моя такая. Тридцать лет в горах летаю. Я устал. Наверное, это моя осень. Не участвую в парадах. Что мне думать о наградах? На пределах наизносят. Я МИ-8. Не вернулся. Кто б скомандовал, мне больно. Она охватала, я пулю довольна. Кто б больно. Справа блистер мне разбили. Провока хоть за него били. Сцепили. Капитан, что в левой чашке матерился, было тяжко. Мы в рубашках с ним, наверное, родились. Потому что не разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая. Тридцать лет в горах летаю. Я устал. Наверное, это моя осень. Да, меня запчасти ищут. Жалко будет, если спишут. Съявят стороны из носа. Я МИ-8. Я вернулся. А в салоне наследили. Пятна бурые застыли. Шлангом смыли. Где-то полночь я проснулся. Капитан ко мне вернулся. Затянулся. К борту мне ладонь прижал он. И ладонь его дрожала. Так устала. Говорил, что все в порядке. Гладил мне рукой заплатки. И заплакал. Вот судьба моя какая. Тридцать лет в горах летаю. Я устал. Наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа. Все равно летать охота. Пусть повынно меня носит. Я МИ-8. Я МИ-8. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо. Очень интересное подразделение в составе авиации Росгвардии. Мы делали про них репортаж. Вроде, казалось бы, там еврокоптеры есть на вооружении. К-226, они сейчас работали на МАКСе. А вот эти вот люди, которые сюда выходили, у них за плечами такой боевой опыт. Тот еще и советский, и российский. Спасибо, ребята, большое. Для меня это дорогого стоит. В голове столько всего перемешалось, потому что время идет. Хочется спеть как можно побольше. Ну, думаешь, что все это очень важно. Ну, для меня важно. Я знаю, что в зале сидят люди, которые летали на определенной технике. Что насупился, Илюха? Ничего ли туда зави? Набивая снова брюхо, грудь сшвартует технори. Носят ящики солдаты и закаты аквареля. Только нам не до заката. Рампа, тельфер, апварель. Рампа здесь не значит цена. Балуба не значит флот. Они свечивают цены на пенсию аэрофлот. Мы летаем, где стреляют с экипажами впервой. И Илью не испугают грузовик наш боевой. А нам слет. Уходят в выселье трутяга. Турбин, грохочущий квартет, споет. Летит Илюша, работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут. Полный борт в гуманитарке там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то полным ящиков бортом. Возвращали на солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали снова в небо с головой. Где-то вновь с надежды ждали. Грузовик наш боевой. Я на взлет. Уходит в выселье трутяга. Турбин, грохочущий квартет, споет. Летит Илюша, работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты. Надоели нам уже. Штарман курит сигареты. Там, на нижнем этаже. Техник, мысли до посадки, чтобы сготовить на обед. Если что, всегда в порядке. У него велосипед. Распростеры лишь окрыли. Вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли. Значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь. Горб на спинке трудовой. Если где-то что попахнет. Грузовик наш боевой на взлет. Уходит в выселье трутяга. Турбин, грохочущий квартет, споет. Летит Илюша, работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Снизу пальмы поглицать. Из зимы встречают борт. Заведут нас и посадят в незнакомый жаркий борт. Местные не бьют, покушали. Все прийти как один. От души нальют Илюши самый вкусный геразин. Командир на борт вернется. Весть благую принесет. Наш Илюша улыбнется. Нижним блестем плеснет. Нам награда и не медали, а скорее путь домой. Руды снова в максимале. Грузовик наш боевой. На взлет уходит вон мысль ядрутяга. Турбин, грохочущий квартет, споет. Летит Илюша, работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Горбом по небу столько лет. Горбом по небу столько лет. Браво! Спасибо! Опа! Всем привет! Я просто не ожидал их увидеть тут на сцене. Вот этот человек не совсем уставной щетины. Он в отпуске. А, он может говорить, что он в отпуске. Я с командующим говорил, куда они там сегодня только не летают. Не буду говорить. Заместитель командующего военно-транспортной авиации Сергей Лукумин. От всего личного состава решите поздравить. И вот мы специально... Илюша уже много раз пел, везде ее все знают. А подарить мы все-таки решили самолет Ан-124 «Руслан». Надеемся услышать песню про тяжелый военно-транспорт и стратегический самолет Ан-124 «Руслан». С наилучшим, с давлениями, с голыми. С голыми. Спасибо. Спасибо. И Алексей Нагаев. Ну вот я уже вижу вот эту штуку. Я считаю это... Ну нельзя говорить самое лучшее, потому что у них очень большая конкуренция. Но в моем понимании это один из самых лучших авиационных фотографов России и мира. Он сегодня официальный фотограф КБ Ильюшина. Долгое время был официальным фотографом командующего авиации ФСБ. Где он только не был. На Северном полюсе, на Южном полюсе и вообще... Да везде. Вот. Кстати, ты привез книги свои, нет? Немножко осталось, да. У него сумасшедший альбом. Если... Ну вот сегодня мои диски не продаются. Может быть там кто-то успеет схватить это произведение. Это очень мой большой друг. И то, что он делает в небе вот с камеры, я не представляю, как это делалось. Понял. Я надеюсь, что будет в небе где-то размещаться тоже, да. Конечно. Потому что уклон на вертолёт идёт. Я, честно говоря, в первой песне, которую твою слушал, Ми-8, и тогда подумал, как православский вариант сидел на вертолёт. Да, поэтому так хорошо это знаю. И тогда подумал, наверное, вертолёт. Спасибо, спасибо. Я буду корректировать программу. Всё-таки надо отдохнуть вам. Мне хотя бы переодеться. Я вообще планировал второе отделение сделать гражданское какое-то. А чувствую, что всё равно придётся петь про авиацию. Потому что всё-таки основная масса здесь людей именно этих. Ну вот та песня, которая всегда по имя перед антрактом. Полетели. Воздух по грустам разговлен. Обратили стучу пекства. Под завистку изоправлен. И подвешены все средства. И гортит сирена. Вое! Да, мой спелый компонир. И пахнет в воздухе войною. Пацан, значит, веру не до мира. Миру явно не до мира. Ночи петем это ночи. День тяжёлый мне маячить. Я не нож, но я заточен нам. Под двоярные задачи. В коль верхах большие лица. Не нашли для мира повода. Не смогли договориться. Пацан, значит, я последний год. Я теперь не последний год. И со мною наравне Эти двое, что мне Время, чем на всех часах. Только стрелкам не решить. Сколько нам летать и жить. Наши судьбы на весах. Где там небеса? Нам, дорогим, адреналина Добавляет неизвестность человека. Не жалея керосина Я облизываю местность. Где-то рядом неприятеля Мне сейчас не до капризов. Это очень главный выключатель. Мы всех выключим, кто снизу. Выключаем тех, кто снизу. Напоследок днём и громом Огрызается поверхность. Контингент травни промах Повышает нашу смертность. И в кабине эти двое На приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен. Кашель, шар, температура. Кашель, шар, температура. Я отчаянно втроём Через небо напролом Как на рваных парусах. Мы то вверх, то снова вниз. На кону всего лишь жизнь. Наши судьбы на весах. Где-то небеса. Живы оба не убиты. Хоть по мне глупили точно. Я рядом тетя Рита. Чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое как на меня. Велика цена задержки. Но плечом к плечу в кабине Держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как хочу обэскадрировать. Даже если инвалидность. Я не складываю крылья, А меняю стреловидность. Возвращаемся из боя. Пусть мы еле волочёмся, Но в кабине эти двое Верят в то, что мы вернёмся. Обязательно вернёмся. Мы вернёмся. На войне, как на войне. Даже если ты в огне. Надо верить в чудеса. Чтоб не было держись. Никогда не смерть, а жизнь Перевисит на весах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Перекур. Дорогие мои, я спрашиваю, есть ли диски. Дисков нет. Всё закончилось, к сожалению. Будет дополнительный тираж. А то есть книги Алексея Нагаева. Правда, совсем немного. Но если кто-то успеет схватить. Это просто уникальное издание. С фотографиями авиационными. Перекур. А, и...